Азербайджан, Россия Сразу о составах команд. Сборная России в воротах первый номер Игорь Акинфеев, 22-й Алексей Козлов, 23-й Дмитрий Камбаров, 14-й Василий Березуцкий, 4-й Сергей Игнашевич, 8-й Денис Глушаков, 20-й Виктор Файзулин, капитан команды Роман Широков номер 15, 11-й Александр Киржаков, 19-й Александр Самедов и 9-й Александр Кокорин, главный тренер сборной России Фабио Капалла. Сборная Азербайджана Камран Агаев защищает ее ворота, Владимир Левин, 3-й, Махир Щукюров, 4-й, 5-й Эльнур Аллахвердиев, 10-й Руфат Дадашев, Рауф Алиев, 11-й, капитан команды Рошад Садигов, 14-й, 15-й Руслан Абышев, 18-й Максим Медведев, Арас Абдулаев номер 21, и Афран Исмаилов, 22-й номер, главный тренер сборной Азербайджана Берти Фокс. Капелла и Фокс почти ровесники. Главный арбитр сегодняшней встречи Милорад Мажич из Сербии, которому помогают Милован Ристич и Далибор Джорджевич. Итак, 0-0 и с мячом футболисты сборной России на своей половине поля. Достаточно живо начался этот матч. Матч начался в 21 час по московскому времени, и традиционный выпуск программы «Время» выйдет в эфир в перерыве нашей прямой трансляции по окончании первого тайма. Игнашевич. Итак, у нас одно изменение по сравнению с матчем, который состоялся в пятницу в Люксембурге. Игнашевич, который пропускал ту встречу из-за дисквалификации, и вместо него играл там Владимир Гранат, Игнашевич вернулся в состав. А так состав практически тот же, что был четырьмя днями ранее. Но мы уже привыкли к тому, что Хабио Капелло не любит каких-то революционных изменений, и если производит замены, то одну, максимум две. Но если говорить о сборной Азербайджана, то здесь довольно много изменений по сравнению с победной встречей с Северной Ирландией. Но об этом, может быть, попозже я скажу. Итак, вот Берти Фокс, главный тренер сборной Азербайджана. Довольно давно уже работают с этой сборной. Без особых, правда, пока успехов. Хозяева в атаке. Пас. И из центра штрафной площади 10-й номер Руфа Дадашев атаковал ворота Игоря Акинфеева. Он выгодит нас три атаки азербайджанцев. Такой мощный нападающий, под 190 сантиметров рост, таранного типа, который может продавить по замыслу Берти Фокса обронительную линию команды соперника. Вот он наносил сейчас удар по воротам нашей сборной. Итак, группа Ф, турнирная ситуация. Напоминаю, Россия 21 очко, Португалия 18. Ну, сборная Азербайджана занимает четвертое место, имея 8 очков. И, я думаю, вы знаете все турнирные расклады. Мы на первом месте, близки к попаданию в Бразилию. И, в принципе, нас могла бы устроить ничья. Но все говорят, футболисты, тренеры, о том, что нам нужна победа. Мы играем на победу. Ни о какой ничьей не думаем. Хотим завоевать 3 очка. Достойно завершить отборочный турнир. И спокойно с первого места выйти, попасть на чемпионат мира в Бразилию. И вот этот настрой россиян очень и очень похвален. Киржаков, Замедов, Глушаков. Может быть, вы обратили уже внимание у нашего правого защитника Козлова. Повреждение, появилась кровь. И сейчас Козлов покидает поле, пока мы смотрим за вот этой атакой сборной России. Держится за ухо Козлов. Ну, нам показывают Самедова. Козлов вернулся на поле. Но вот такой неприятный момент уже в дебюте матча произошел. Камран Агаев, один из лидеров сборной Азербайджана, вводит мяч в игру. Нам не очень, наверное, знакомые хорошо футболисты сборной Азербайджана. Но на некоторых игроков стоит обратить внимание. Один из них, это как раз Камран Агаев. Безусловно, защитник Шикюров, четвертый номер. Дадашев, десятый номер. И один из лидеров сборной, это, безусловно, Рауф Алиев. Под одиннадцатым номером он действует. И будет, безусловно, составлять довольно грозный тандем с Дадашевым в атаке сборной Азербайджана. Россия не идут вперед. Потерял мяч Камбаров. Алиев нарушает правила Березуцкий. Ну, у нас прилетели в Баку 24 футболиста. Вы, наверное, знаете, что Юрий Жирков получил повреждения в игре с Люксембургом. И выбыл, как минимум, на две недели. Собственно, все остальные игроки в запасе нашей сборной, за исключением спартаковца Евгения Макеева. Вот он в заявку не попал. А остальные игроки, коих набирается 12 человек, в запасе сегодня в этом матче. Дадашев. Его отличает то, что он хотит такой нападающий таранного типа. Типичный центр хоррор. Он много перемещается, часто отходит назад. Безусловно, сегодня матч не станет простым для россиян. Сборная Азербайджана очень серьезно мотивирована. Играет дома. Азербайджанцы не забыли. Игнашевич очень уверенно действует. Наш защитник. Азербайджанцы, безусловно, не забыли, как 4 года назад они дома сыграли в ничью 1-1 с россиянами. Правда, тот матч несколько другой характер носил. Он не имел принципиального турнирного значения, потому что было ясно, что мы занимаем в группе второе место. Попадаем в стыки. И Гусхидинг тогда не включил в состав всех, кто, как говорят, висел на карточках. Поберег этих игроков, чтобы, не дай бог, не получить дисквалификацию. Вот тогда сыграли 1-1. Ну а сегодня несколько все по-другому. От этого матча весьма многое зависит. И футболисты сборной Азербайджана на кураже, на эмоциях, достаточно неплохо действуют в эти первые 8,5 минут. Отметьте, что пока у азербайджанцев 8 очков. И они никогда столько не набирали ни в одном отборочном турнире. И никогда не занимали столь высокое место, какое занимает сейчас четвертое. А ведь можно еще и сборную Израиля обойти в таблице. Так что мотивированные хозяева весьма и весьма серьезно. Пас вперед на Киржакова. Да, немножко я погорячился. Правда, сборную Израиля Азербайджан обойти не может. Но четвертое место, это, конечно, успех для этой сборной. Ну и вот такой не очень приятный для нас эпизод. Главный арбитр Милорат Мажич наказывает Самедова желтой карточкой за симуляцию. Так, на секунду притихли трибуны, ожидая решения Мажича. Ну, Самедов получает предупреждение. Давайте посмотрим еще раз. И, безусловно, судья прав. Безусловно, судья прав. Здесь Самедов упал, скажем так, по собственной инициативе. Красиво и был справедливо наказан предупреждением. Ну, тут много было перед матчем разговоров как раз вокруг Самедова. Потому как он имеет азербайджанские корни, мог бы играть за сборную этой страны, но выбрал Россию. Возвращаемся на поле стадиона Баксель-Арена. Хозяева вбрасывают из-за боковой. Это делает левый защитник Аллахвердиев. А Козлов все-таки покидает поле, вы видите. Рассечена. Да, у него под глазом рассечение. Кровь никак остановить не удается. А здесь уже азербайджанский игрок упал, но, опять же, никакого нарушения правил не было. Козлову пока оказывают помощь, он не в игре, мы в десятером действуем. Удар по воротам с дальней дистанции до Дашева. Автор одного из двух забитых мячей в ворота сборной Северной Ирландии. Азербайджан выиграл, напомню, 2-0. Это было в пятницу. Ну, а мы обыграли со счетом 4-0 сборную Люксембурга. Козлов вернулся на поле. По ходу отборочного цикла Козлов, в общем-то, вытеснил из основного состава, если мы говорим о правом фланге обороны, Александра Анюкова, зенитовца. Который даже не попал в список 25. Он был в расширенном списке, но не попал. Нарушение правил Василий Березовский в центре поля против Алиева. Второй раз уже. Но надо было по свистку, конечно, вводить мяч в игру. Игра остановлена. Вот повтор этого нарушения. Где мяч? Абышев. Опорный полузащитник сборной Азербайджана. Акинфеев спокойно забирает мяч. Файзулин. Игра уже возобновилась. Мяч в центре поля у россиян. Игнашевич. Игнашевич. Азербайджанцы быстры. Хорошо двигаются. В какие-то моменты стараются прессинговать. Но я думаю, что вот этот кураж рано или поздно пройдет. Козлов. Широков. Файзулин. Капитан нашей сборной идет вперед. И может быть пробить? Нет. Теряет Роман мяч. Неплохое подключение Шукюрова, правого защитника. Очень скоростной футболист. Но остановил его Хокорин. И, похоже, небольшое повреждение Александр получил. Так прихрамывая. Динамовский нападающий не спеша бежит в атаку. Самедов. Отличная передача. И Камран Агаев забирает мяч. Вратарь. Я уже сказал, один из лидеров сборной Азербайджана. Играет очень давно в сборной. Играет почти безошибочно. Но комбинация хорошая, согласитесь. Быстрая. Алиев несется к мячу. Игнашевич его опережает. Кокорин. Широков. Файзулин. Самедов. Подключается Козлов. Самедов его не видит. Выбирает другое продолжение для атаки. Лучшее. Лучшее продолжение. Забивать. 1-0. 1-0. Прекрасно. Роман Широков. Роман Широков. Наш капитан. Роман Широков. Который в этом отборочном цикле забивал дважды. Два гола с пенальти. И вот теперь забивает с игры. Третий мяч Романа в отборочном цикле. И мы выходим вперед на 16-й минуте первого тайма. Отменная передача Самедова. Да, подключался Козлов. Но Самедов выбрал другое решение. Более верное. Более продуктивное. Смотрим еще раз. Заметил как рванул Широков вперед. Точнейший пас. Очень неудачно. Очень широко расположились защитники сборной Азербайджана. И Роман. Красиво. Мастерски. Переигрывает Камрана Агаева. Без шансов для гонкипера сборной Азербайджана. На 1-0. Ну, естественно, хозяева бросились в атаку. Да, Роман Широков один из тех футболистов, кто сыграл во всех предыдущих 9-ти отборочных матчах. И третий его мяч. В рамках отборочного турнира. Здесь не было игры рукой. Вот нам повтор показывают. Еще раз акцентирую внимание. Не было игры рукой со стороны Кокорина. Хотя болельщики сборной Азербайджана имеют, наверное, другое мнение. Угловой. Первый угловой ворот сборной России. И неудачно выполнен, откровенно скажем. Игнашевич. Ну, удалось нам забить быстрый мяч. Что, безусловно, очень важно. Нарушение правил со стороны 15-го номера Абышева. Это футболист, кстати, выступающий в чемпионате России за Казанский Рубин. Безусловный фолл на Самедове. Абышев выступает за Рубин, но играет мало. Очень мало в Казанском клубе. Сегодня он действует на позиции опорного полузащитника. Хотя может сыграть и в центре обороны. Прошлый матч пропускал из-за дисквалификации. Штрафной. Штрафной выполняет сборная России. Глушаков на Широкова. Там рывок совершает Камбаров, но следует передача в центр. Файзулер. Теснит его Медведев. Глушаков. Игнашевич. Да, вот так спокойно подержать мяч, сбить вот этот атакующий пыл хозяев. Пыл-то сейчас явно поубавился, согласитесь. Александр Кокорин. Ну а мяч уже введен в игру. Широков. Абышев. Алиф. Какой молодец. Какой молодец, Глушаков. Ну, правда, пас не точный. Аллах Вердиев. Дадашев. Почти 20 минут позади. 1-0 сборная России выигрывает. Напомню, что год назад в Москве мы выиграли 1-0. И тогда тоже забил Роман Широков с 11-метровой отметки. Тяжелая была игра. В концовке только удалось забить с пенальти. И вот вновь отличился Широков. На сей раз сыграли. Ну, арбитр сейчас такой диалог имел с Широковым. И, наверное, речь шла о том, что нужно все-таки поспокойнее действовать. И в рамках правил. Игнашевич. Файзулина Кокорина. Хорошо. Фрессингуют наши. Да, в общем, можно было предположить именно такой вариант развития событий. Стартовая активность сборной Азербайджана. Но вот этот забитый мяч сразу изменил ситуацию на поле. Ошибается Самедов. Но ошибается и Абышев с передачей. Абдулаев. Алахвердиев. Капитан команды Садыгов. Самый опытный футболист в сборной Азербайджана. Клушаков. Широков. Да, заставляем соперника играть без мяча. Алиев. Очень много ошибок в передачах у футболистов сборной Азербайджана. Именно в центре поля. Оттого и не получается комбинационная игра в атаке. Игнашевич. Березуцкий. Рывок Кокорина. Он уже в штрафной площади. Натыкается на соперника. Падает. Там не было нарушений правил. Но вторым темпом атака продолжается, Россия. Абышев. Ух, едва не перехватил мяч Широков. Очень рискованно Абышев играл вдоль линии своей штрафной. Делал передачу партнеру. Итак, середина первого тайма. Широков. И бьет Роман. Мяч летит на трибуны. Основной ареной до недавнего времени национальной сборной Азербайджана был стадион имени Тофика Бахрамова. И, собственно, там азербайджанцы начинали отборочный цикл. Но сейчас там очень плохое поле. Тут небольшая словесная перепалка. Кокорина, Файзулина и двух игроков сборной Азербайджана. Но Мажич остудил страсти. Да, надо успокоиться там. Да, Азербайджан посчитал, что надо было отдать мяч. Ну, все, успокоились футболисты. Так вот, на стадионе Бахрамова плохое качество газона. И последние отборочные матчи сборная Азербайджана проводит вот на этой новой, построенной буквально несколько лет назад, бак Саларене. Небольшой стадион. 11 тысяч зрителей вмещает. Современный, уютный. Трибуны очень близко подходят к полю. Агаев забирает мяч. Но справедливости ради отмечу, что здесь тоже газон далеко не идеальный. Накануне мы с коллегами это отметили. Кокорин. Штрафной. Вы видели, нарушили правила на Кокорине. Файзулин. Хорошо сейчас у наших футболистов держится мяч. И, в общем, под нашу диктовку идет игра. Игнашевич. Лушаков. Лушаков. Нарушение правил против Исмаилова. Левого полузащитника сборной Азербайджана. И четвертый номер. Ищу Кюров. Право полузащитника сборной Азербайджана. Ищу Кюров вводит мяч в игру. Садыгов. Вновь Шу Кюров. В свое время в Анжи поиграл этот защитник. Ну, по-моему, не совсем с того места Шу Кюров ввел мяч из аута. Вы знаете, многовато нарушений. И мне представляется, что все-таки следует немножко умерить эмоциональный пыл футболистам. Штрафной выполняет Иринашевич. Длинный пас на чужую половину поля. Очень увлекаются порой повторами наши коллеги. Игра уже возобновилась. Секунд, наверное, 8 назад. Затишье наступило на бак Соларения. Кстати, довольно много российских болельщиков. Как раз вот на той трибуне, где расположены места для журналистов, они находятся. Ну, их призвали вести себя адекватно, цивилизованно. И надеюсь, они таким образом себя вести и будут. Никак мяч не покинет вот ту противоположную бровку. Серия аутов, то мы вводим мяч в игру то футболиста сборной Азербайджана. Шукюров, Садыгов. Абышев. Алахвердиев. Против него Козлов. Абышев. В центр на Алиева. Отличный перехват. Просто блистательный. По мнению судьи, все было в пределах правил. Сборная Азербайджана идет вперед. Но очень неудачный фас Абышева. И мяч перехвачен. Ай, не прошла передача на Кокорина. Козлов. Козлов. Абышев. Левин. Внимателем с мячом. Но он украинец, Левин. Но имеет местные корни. И его призвали в сборную Азербайджана. Садыгов. Пара центральных защитников. Садыгов, Левин. У наших соперников. Но действовали неудачно. В том эпизоде, когда Широков забивал мяч. Алиев. Назад на Левина. Да, ну вот так можно комбинировать. Но все это в центре. Все это вдалеке от ворот Кенфеева. Пас в штрафную. Там Игнашевич уверенно мяч выбивает. Теперь Глушаков. Наши действия сейчас очень компактно. Если вы обратили внимание. Плотно. Не оставляя свободных зон. Вот попытка перевода мяча на фланг. Довольно... Это может быть остро. Но все, да. Мяч покинул пределы поля. Да, полностью, полностью выкатился. Очень хорошо это видно на повторе. Так что наш аут. Пока может быть большей активности мы хотели бы ждать от Александра Киржакова. Но он очень хорошо играет без мяча. Располагается на одной линии с защитниками. Вот как раз с Адыговым Левиным. Там сейчас хорошо видно, пусть мяч и на нашей половине Коля у Игнашевича. И в общем, он так напрягает оборону сборной Азербайджана. Игнашевич пошел вперед. Сыграл в центр. Козлов. Мне очень нравится игра Козлова. Самотверженный защитник. Помните, он вышел вместо травмированного Анюкова по ходу матча с Португалией. И очень смотрелся уверенно, несмотря на то, что это был его дебют за сборную. И вот с тех пор его капелло регулярно вызывает. И в последних матчах Козлов регулярно выходит в стартовом составе. Глушаков на фланг. Комбаров смещается в центр. Широков. И Роман хорошо заметил Самедова. Но заметил этот пас и игрок сборной соперника. Да, да, прессинг. И Самедов, и Широков в нем участвуют. Дон Фабио. Вот я сказал, что так. Продолжим после того, как завершится эта позиционная атака нашей сборной. И Файзуллин. Да, заставляем соперника играть без мяча. Много бегать. И Резуцкий-Игнашевич. Так вот, состав основной, в общем-то, довольно стабилен у Фабио. Капелло. Но я отмечу, что аж десятерых новичков он привлек в сборную. Десятерых за время своей работы. Очень солидный показатель. И многие в сборной закрепились. Самедов. Отличный последний штурдой Широков. Потому что будет второй такой же момент, такой же гол. Нет. Но отметим вот эту комбинацию. Опять хорошее взаимодействие Самедова с Широковым. Алиев просит мяч и получает его. Алиев. Оффсайт. Оффсайт. Очень четко боковой арбитр поднял флажок. Да. Да. Игнашевич. Да, уже больше тридцати минут сыграно. Берти Фокц. В свое время выигрывал чемпионат Европы со сборной Германии. Как, наверное, многие помнят. Киржаков. Широков. Файзулин. Его толкают, мне кажется, в спину. Четвертый номер сборной Азербайджана. Это защитник Шукюров, который довольно часто попадал в сферу нашего внимания. В первом тайме. Вот сейчас со своим же столкнулся. Со своим. С товарищем по команде. Впрочем, насколько они товарищи, я сказать не берусь. Но так или иначе Шукюров лежит. И, по-моему, там что-то серьезное. Требуется медицинская помощь. Ну, а я напомню еще раз, да, что Берти Фокц выиграл чемпионат Европы со сборной Германии. И, в общем, в свое время котировался достаточно высоко. В европейской, да и мировой тренерской иерархии. Но сейчас у него некий такой спад, а может быть и закат карьеры. Сборной Кувейта, Шотландии, Нигерии он тренировал без особого успеха. И довольно давно работает со сборной Азербайджана, но тоже без особого успеха. Вот этот отборочный цикл самый удачный. Азербайджанцы пока на четвертом месте в группе. Шукюров по-прежнему лежит на газоне Баксель-Арены. Баксель-Арены поднимается и совершенно не уверен я, что он сможет продолжить эту встречу. Шукюров покидает поле, а сборная России получила право на угловой. Аж шестеро наших футболистов в чужой штрафной площади. Итак. Так, по-моему, это был первый угловой у ворот сборной Азербайджана за 35 уже минут этой встречи. Камран Агаев. Отмечают специалист, что он очень хорош на линии ворот, а вот на выходах играет не очень удачно. Тем временем Шукюров вернулся на поле и продолжает игру. Самедов. У нас более активен, согласитесь, правый фланг в эти последние, по крайней мере, минуты. Последние, может быть, минут 10. Хотя мы помним, что и Кокорин там пытался создавать остроту. Но мы вот, помните, эпизод в начале, по-моему, Александр повреждения получил. Так некоторое время прихрамывал. Может быть, немножко это мешает Кокорину в сегодняшней встрече. Козлов. И Агаев, как он увидел летящий мяч и в красивом броске перевел на угловой. Смотрите, Козлов подключается. И это все было сделано в надежде на то, что Киржаков сможет подставить ногу, изменить направление полета мяча. Ну, Агаев молодец, молодец. В последний момент отразил этот удар. Да, из-под прессинга хозяевам не так просто выбраться. Глушаков. Ну, можно и так. Акинфеев. Единственный футболист, кто провел все матчи этого отборочного цикла без замен. Все матчи у нас еще некоторые игроки провели, в том числе и Широков. Ну, а вот Акинфеев без замен играл. Файзулин. Ну, у него есть варианты, в частности, вот такой сыграть с Козловым. Игнашевич. И опять там Киржаков на одной линии с защитниками, но мы этого сейчас не видим, к сожалению, на телеэкране. Медведев. Аллах Вердиев. Теснит его Козлов. Вытесняет на свою половину поля. Я имею ввиду на половину поля сборной Азербайджана. Медведев. Глушаков. Ну, сейчас, конечно, Денис с излишним энтузиазмом атаковал, на мой взгляд, Медведева в центре поля. Денис выполняет громадный объем работы, и не только в этом матче, но и в этом тоже. Но немножко сейчас переборщил, пожалуй. Перевод на Аллах Вердиева. Но вот насколько наши цепка хорошо обороняются, опять же, повторюсь, не оставляя свободных зон. И приходится вот так вот на своей половине поля хозяевам подолгу мяч держать, без продвижения вперед. Медведев. Абышев. Вот, вот, пожалуй, сейчас что-то может быть. Удар не последовал со стороны Исмаилова. А вот этот удар очень чувствительный. И требуется, безусловно, медицинская помощь Виктору Файзулину. Мячом получил наш футболист по лицу. Да, неприятный эпизод. Да. Ну, естественно, это неумышленно все было. Но никому не позавидую оказаться на месте нашего футболиста. Впрочем, ну, я думаю, вернется, вернется, конечно, Виктор на поле. Вот я затронул тему новичков. Ведь именно Файзулин дебютировал при Фабио Капелло в сборной России. И дебютировал очень удачно против сборной Кот-де-Вуара. А кроме него сейчас в сборной закрепились и Козлов, и гранат вызывается, и Щенников, и Смолов, и Шатов. А кто-то из прежних тренеров, это вот повтор атаки сборной Азербайджана, когда дело не дошло до удара со стороны Измаилова, а кто-то из предшественников Капелло, мы помним, говорил о том, что нет в России молодых способных игроков, и ставку приходится делать на более опытных. Вот для Капелло все не так очевидно, и Капелло взгляд немножко иной, и, как мы понимаем, более свежий, скажем так, незамыленный. Так, офсайт, офсайт, офсайт у Дадашева. И опять очень четко боковой судья сработал в этой ситуации. Глушаков. Файзулин. Игнашевич. Меньше пяти минут, меньше четырех даже минут до окончания первого тайма. И напоминаю, что в перерыве нашей прямой трансляции из Баку вы увидите выпуск программы «Время», а потом мы вернемся на поле Баксель-Арены. Широков. Кержаков. Тут на коротке в пас Кокорин с Широковым сыграли. Камбаров. Нет. Это слишком было хитро задумано. Но, тем не менее, вы посмотрите, опять с мячом рассияния. Но объективно это было понятно изначально. Классом мы гораздо выше. Хорошо сыграл в центре штрафной, выбил мяч Аллахвердиев. Но удастся ли хозяевам организовать атаку? Нет, не удалось, потому что очень удачно Самедов сыграл. Изначально классом, конечно, мы выше. Но вот, конечно же, с другой стороны, хозяева за счет куража, азарта пытались на первых минутах играть активно и, может быть, немножко даже ошеломить наших, но это не удалось. Широков. Все видит Роман. Все контролирует. И опять он с мячом. Киржаков. И там Самедов один на противоположном фланге. Ну, заметьте его, пожалуйста. Нет. Следует удар. Мяч попадает в ногу Левину. Отскакивает к Киржакову. Тот навешивает. Аллахвердиев. Тут Козлов на своем месте. Он перекрывал возможные варианты развития атаки. Итак, меньше двух минут до завершения первого тайма. Опять нарушает правила Денис Глушаков. И опять просит его главный арбитр Милар Атмажич действовать поспокойнее. Это болельщики сборной Азербайджана сейчас оживились. Вы понимаете, концовка тайма. И очень важно нашим сохранить концентрацию до последних секунд. И уйти на перерыв с вот таким счетом, который сейчас на табло стадиона Бакселл-Арена. Кокорин сфалил. Вот у них с Шукюровым что-то такое тут. Весь первый тайм продолжается противостояние. По-моему, рукой себе подыграл 20-й номер сборной Азербайджана Исмаилов. Да, да. Ну, наверное, нет претензий к судейской бригаде. Сколько добавит Мажич. Ну, вообще-то остановки были. Оказывали помощь и Шукюрову, и Файзулину. И вообще фолов многовато. Самедов. Как только мяч у Самедова сразу трибуны начинают свистеть. А вот Агаев. Но Александра, надо признать, совершенно этой склеи не выбивает. И мы помним его прекрасный голевой пас на Романа Широкова. Напоминаю, 1-0 сборной России выигрывает. И одну минуту Мажич добавляет ко времени первого тайма. Мяч забил Роман Широков на 15-й минуте. Сборная Азербайджана в атаке. Алиев пытался бросить по флангу вперед Абдулаева. Но Козлов все контролировал. Вот, знаете, порой говорят, быстрый мяч. Он может по-разному воздействовать. Он может иногда расслабить игроков. Но он, наоборот, нашим пошел на пользу. Добавил концентрации. Наши заиграли так, как могут и должны играть именно после вот этого забитого мяча. Итак, последние буквально секунды первого тайма. Наши не спешат в лица Козлова вводить мяч в игру. Там считанные секунды остались. Все, первый тайм завершен. 1-0. Сборная России впереди. И теперь программа «Время». Продолжение следует...